Сколько стоит самый дорогой особняк в США? Откуда в центре Сиднея взялся гигантский презерватив? И кто из известных политиков продолжил серию гомосексуальных признаний? Об этом и другом в нашем обзоре. Он гей и гордится этим. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич объявил о своей гомосексуальности. Сразу несколько сообщений по теме опубликовал в Твиттере. Написал, мол, не сомневается, что своим признанием вызовет мега истерию. И пообещал, за права геев в своей стране будет бороться. Неделю назад в гомосексуальности признался глава Эппл Тим Кук. Старенький Volkswagen Жука золотит президента Уругвая. Арабский шейх предложил Хосе Мухико продать почти 30-летнее авто за миллион долларов. Тот всерьез задумался. Говорит, сам к машине не привязан. Пользуется ею исключительно ради удобства своего трехногого пса. А вот деньги могли бы пойти на строительство жилья для бездомных. Мухико называют самым бедным президентом мира. Он живет на обветшалой ферме, а 90% своих доходов тратит на благотворительность. Кофе Американо в Крыму табу. Теперь на оккупированном полуострове пьют россияна. На некоторых автоматах уже даже переклеили название. Вот в одном из кафе вывесили объявление. Из-за нестабильной геополитической ситуации у нас нет кофе Американо. Спрашивайте, крымский. Замок по цене квартиры в Великобритании продается здание начала 19-го столетия. Когда-то тут жила семья Лорда. Цена имения около 400 тысяч долларов. Для недвижимости такой категории почти даром. Столько же в Лондоне могут стоить крохотные студии. А вот в США наоборот. Ищут нового владельца для самого дорогого в истории страны особняка. 195 миллионов долларов. И чудо владения в Беверли-Хиллз ваше. На 10 гектарах несколько жилых зданий. Развлекательный центр, танцевальный зал и даже театр. Принадлежит все это миллиардеру Джеффу Грину. 18-метровый презерватив появился в центре австралийского Сиднея. Ярко-розовый обелиск установили представители совета по вопросам СПИДа. И посвятили борьбе с болезнью. Говорят, специально подыскивали для инсталляции людное место. И надеются на интерес со стороны прохожих. В Эстонии предложили разделить год на 13 месяцев. С такой просьбой к парламенту страны обратились трое мужчин. Объяснили, что очень уж хотят получать на одну зарплату больше. В канцелярии парламента ответили, менять всемирную календарную систему не готовы. А новаторам советуют договориться с работодателем о повышении зарплаты. Продолжение следует...